Американская семья Вот почему питомец делает семью президента такой же американской. Когда в 2009 году президентом США становится Барак Обама, животных в его семье еще нет. И медиа оживленно обсуждают и аллергию первых дочерей, и породы собак, которые им подойдут. Через четыре месяца в Белом доме селится щенок породы португальская водяная, а потом и еще один. Америка, Америка, наконец, увидела Бог. Поверьте, он невероятный милашка. Более 60 СМИ съехались в Белый дом, чтобы познакомиться с ним. Это Бо и Санни Обама. Президент Скипсы становится любимцами медиа, как и сам Барак Обама. В либеральных СМИ регулярно появляются отчеты. Вот собаки поднимаются на борт номер один, вот готовятся к Рождеству, вот участвуют в компании за здоровый образ жизни. О хвостатых жителях Белого дома по традиции говорят с умилением. Задолго до того, как Бо и Санни Обама похитили наши сердца, были еще Барни Буш, Бадди Клинтон и Кошка Носки. Бывало, что президентские собаки втягивали своих хозяев в скандалы. В 44-м году Франклина Русвельта обвиняли в том, что позабыв свою собаку-фалу на Аляске, он отправил за ней истребитель. За счет налогоплательщиков. А вот репутация Линдона Джонсона, наоборот, пострадала из-за недостаточного внимания к собакам. В 64-м году в газеты попал снимок, где президент поднимает питомцев за уши. Им же больно, возмутили защитники животных и вышли на протесты. В 47-м году пошатнулась репутация Гарри Трумэна. Из-за аллергии он выставил вон из Белого дома подаренного щенка. Вы только посмотрите на мордашку этого парня. Это щенок Трумэна, которого выселили из Белого дома. Посмотрите, какой он грустный. В Вашингтонском музее новостей собрали материалы на все полсотни собак президента за всю историю Соединенных Штатов. Не хватает одного важного имени. Действующий обитатель Белого дома не спешит завести питомца. Прессе это не нравится. Дональд Трамп – первый президент за 150 лет, у которого нет питомца в Белом доме. Многие задаются вопросом, изменится ли это. Исследователи музея даже шутят. Не потому ли отношение СМИ к Трампу такое скверное, что у него нет собаки? Как очеловечить президента, у которого нет ни собаки, ни кошки? Хуже с питомцем не станет, правда ведь? Дональд Трамп – всего лишь третий президент в истории США, который не стал селить в Белом доме питомцев. Поэтому бурная реакция его противника вполне понятна. Но сторонники, даже те, кто любит и традиции животных, парируют. Президент и так хорош, не нужен ему такой дешевый пиар.